16 апреля депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия, являющегося лидером блока аббазонных сил Жанни Аслан Георгиевич, находясь в городе Сухум, по месту своего жительства, почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья, выразившиеся в затруднении и глотании, нарушении артикуляции речи, в связи с чем для осмотра последнего были приглашены заведующие лороотделением Республиканской больницы Берзения Екатерина Ревазовна и заведующая неврологическим отделением Сухумской городской клинической больницы Ашуба Ирина Инверовна. Которые определить причины возникновения вышеуказанных симптомов у Жанни Аслана Георгиевича не смогли и рекомендовали последнему выехать в Российскую Федерацию с целью тщательного обследования, установления точного диагноза и получения квалифицированной медицинской помощи. Так, следуя рекомендациям указанных врачей, 17 апреля 2019 года депутат парламента Жанни Аслан Георгиевич был экстренно вывезен в Российскую Федерацию, где с указанными жалобами обратился в 4-ю городскую клиническую больницу города Сочи, Краснодарского края. А впоследствии, 18 апреля, был госпитализирован для оказания медицинской помощи в больницу номер 12 имени Буянова, расположенную в городе Москве. Позже, 22 апреля, в НИИ скорой помощи имени Скифасовского, расположенной в городе Москва, также через следским ухудшением состояния здоровья, обратились сопровождавшие депутатов Жанни Аслана Георгиевича, Жанни Аливан Дмитриевич и Дарсалия Касова-Ликович. Далее, 17.05. в Следственное управление Генпрокуратуры из Министерства здравоохранения Республики Абхазия поступило письмо министра здравоохранения Российской Федерации, согласно содержанию которого следует, что предоставить информацию о состоянии здоровья и диагноза пациента городской клинической больницы имени Буянова, Жанни Аслана Георгиевича, не представляется возможным, поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 13 Федерального закона об основах охраны и здоровья граждан РФ, сведения о факте обращения гражданина за оказанием помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его медицинском лечении и обследовании, составляют врачебную тайну. Учитывая вышеизложенное, в целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности проводимой проверки, Генеральная прокуратура Республики Абхазия обратилась в компетентные органы РФ с запросом об оказании правовой помощи для проведения ряда следственных и процессуальных действий на территории России. Так, 20 мая 2019 года по согласованию с компетентными органами РФ на основании приказа Генерального прокурора Республики Абхазия, госсоветника юстиции среднего класса Ачбазура Башватовича, в город Москву для участия в проведении необходимых следственных мероприятий были направлены старший следователь по особо важным делам Следственной части Следственного управления Генпрокуратуры Республики Абхазия, младший советник юстиции Лаквилава Руслан Вячеславович и старший следователь следственной части Следственного управления Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, юрист 1-го класса Титанава Инал Денисович. Командированную в город Москва вышеуказанную следственную группу возглавил я заместитель Генерального прокурора, госсоветник юстиции Гакалия Шсо Иванович. В ходе исполнения запроса об оказании правовой помощи вышеуказанной следственной группой было инициировано выполнение всех необходимых процессуальных действий, направленных на получение заверенной копии истории болезни Бжани Аслана Георгиевича. Однако, согласно ответу от 21 мая 2019 года, исходящий номер здесь указан, главного врача городской клинической больницы имени Буянова следует, что администрации больницы не усматривают со основания допускающие предоставление копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, сославшись на то, что в соответствии с статьей 13 Федерального закона об основах охраны здоровья граждан РФ и указа Президента РФ от 6.03.197 об утверждении перечня сведений конфиденциального характера, сведения о факте обращения гражданина за оказание медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его лечении и обследовании, составляют врачебную тайну. Одновременно с изложенным в этом же ответе, согласие пациента Бжани Аслана Георгиевича, был сообщен его клинический диагноз – острая моторная и сенсорная полинеропатия под тип синдрома Гиена Борре с тетропорезом, вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными и вегетативными нарушениями. При повторном запросе уже 30 мая о предоставлении заверенной копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, необходимой для проведения соответствующей судебно-медицинской экспертизы, главврачом городской клинической больницы имени Буянова вновь было отказано от предоставления председательным органам запрашивая информацию. При этом согласие пациента Бжани Аслана Георгиевича администрация больницы предоставила заверенную копию консилиума врачей и копию справки о результатах химико-токсинологических исследований. То есть эта информация у нас имеется. Согласно же содержанию вышеуказанных документов, консилиум врачей пришел к выводу, что состояние больного Бжани Аслана Георгиевича тяжелое, обусловлено острой воспалительной демилинизирующей полинеропатии с тетропорезом, с вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными вегетативными нарушениями, дыхательной недостаточности на фоне двухсторонней аспирационной низокомиальной невмании. А вопрос о возможном перенесенном остром отравлении на данном этапе лечения пациента был снят. Консилиум состоялся 19 апреля 2019 года. Далее, 21 мая в отделении неврологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова опрошены находившиеся на сославном лечении граждане Дарсалия Кясо Валикович и гражданин Бжани Леван Дмитриевич, которые сообщили, что 14 апреля 2019 года они направились в город Сочи для встречи прибывшего из города Москвы Бжани Аслана Георгиевича. Однако в пути следования в аэропорт от последнего поступило сообщение, в соответствии с которым им необходимо направиться в его квартиру, расположенную в районе поселка Хоста города Сочи, куда его привезут друзья, которые должны встретить его в аэропорту. Примерно в 18-19 часов указанного дня приехал Бжани. Однако, кто именно его туда привез и с кем он встречался, им неизвестно. На утро следующего дня, 15 апреля, Бжани начал кашлять, жаловаться на боли в горле. В указанный день у Бжани должна была состояться встреча, которая в итоге была отменена, после чего, купив продукты и питание, они направились обратно в вышеуказанную квартиру. На следующий день, то есть 16 апреля 2019 года, примерно в 17 часов, они втроем выехали в направлении города Сухум. В пути следования состояние Бжани ухудшилось, его речь стала невнятной. На следующий день, 17 апреля 2019 года, во время нахождения Бжани по месту своего жительства в городе Сухум, его родственниками было принято решение вывезти последнего в город Сочи для оказания ему медицинской помощи, поскольку его состояние продолжало ухудшаться. В апреля 2019 года Бжани был госпитализирован в медицинское учреждение города Москвы. В указанный период времени состояние их здоровье стало ухудшаться, появились признаки общей слабости, боли в горле. В этой связи они также, то есть Бжани, Ливан и Кясов, Дарсали, направились в город Москву, где с 22 апреля 2019 года проходилось астонарное лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, откуда были выписаны 1 мая 2019 года. Однако состояние их здоровья продолжало ухудшаться, в связи с чем они впоследствии уже 13 мая 2019 года были госпитализированы в отделении неврологии клиники нервных заболеваний имени Сеченова. В этой связи 21 мая из 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова получены копии медицинских карт пациентов Бжани Ливана Дмитриевича и Дарсалия Кясова-Валиковича, в соответствии с которыми обоим установлены схожие клинические диагнозы. Миостеноподобность синдром, декомпенсация, обоснование диагноза на основе жалоб и данных анамнеза, острое начало после употребления некачественных продуктов, клиническая картина миостеноподобного синдрома. При этом нельзя исключить отравление токсином ботулизма. В целях уточнения вышеуказанных клинических диагнозов 23 мая 2009 года опрошена лечащий врач 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, которая сообщила, что при неврологическом осмотре у пациентов в Жане Ливана Дмитриевича и Дарсалия Кясова-Валиковича были выявлены признаки поражения нервной системы, мышц поднимающих веки, мышц разгибательной шеи, нарушения фонации. Проведя клинический неврологический осмотр пациентов Жане и Дарсалия, был выставлен диагноз миостеноподобный синдром ввиду схожести клинической картины болезни Жане и Дарсалия, а также редкости вышеуказанных проявлений. Приходит к выводу, что вышеуказанное заболевание может быть спровоцировано каким-либо токсином, повреждающим нервную систему, в том числе токсином ботулизма. Однако доказать или опровергнуть наличие возбудителя в организме Жане и Дарсалия не представилось возможным, поскольку подобное исследование должно проводиться в острейшем периоде. Ботулистический токсин вырабатывается возбудителями ботулизма, относятся к анаэробным бактериям, то есть живущим в бескислородной среде. 20 мая и 22 мая опрошены родственники Жане Аслана Георгиевича, а именно Ахиба Элида Максимовна, супруга и сын, Жане Максим Асланович, которые сообщили, что по результатам медицинских исследований врачами был исключен диагноз инсульта, однако состояние его здоровья продолжало ухудшаться, и в этой связи было принято решение о госпитализации Жане в городскую клиническую больницу имени Буянова, где на протяжении длительного времени не был поставлен диагноз. В этой связи для установления истинного диагноза и исключения возможности его неправильного лечения было принято решение направить его биоматериал для лабораторных исследований в одной из медучреждений города Мюнхен Федеративной Республики Германия. После получения результатов исследования родственники Жане утвердились во мнении о наличии токсического воздействия на него. Опрошенный 27 мая 2019 года лечащий врач, заведующий первым неврологическим отделением клинической больницы города Москвы имени Буянова, сообщил, что 18 апреля 2019 года примерно в 18 часов был вызван в реанимационное отделение для осмотра и консультации госпитализированного пациента Жани Аслана Георгиевича. На момент осмотра пациент пребывал в ясном сознании, жаловался на нарушение дыхания, глотания, а также слабость в руках и ногах. Согласно сопровождавшей пациента медицинской документации, представленной из медицинского учреждения города Сочи, врачами в больнице города Сочи пациенту был выставлен клинический диагноз синдром Гиена Борре. Пациенту с целью постановки медицинского диагноза были проведены МРТ, анализы крови на определение инфекции, анализы спинномозговой жидкости, определение скорости проведения импульса к нервам. По результатам указанных мероприятий, ввиду превышения в спинномозговой жидкости уровня концентрации белка и отсутствия в крови значимых нарушений, был установлен официальный диагноз синдром Гиена Борре. Под тип острая моторная сенсорная акциональная полинейропатия, являющаяся наиболее тяжелой формой указанного синдрома. Настоящая болезнь может быть вызвана инфекционным заболеванием. Однако в организме Бжания инфекции, спровоцировавшей настоящее заболевание, обнаружено не было, ввиду чего установить причину возникновения заболевания у Бжания не представилось возможным, что является очень распространенным явлением в практике, так как болезнь в настоящее время не до конца изучена. Утверждать о наличии внешнего возбудителя возникновения данной болезни у Бжания не приходится, поскольку химико-лабораторным исследованием его биоматериалов и внешним осмотром пациента наличие признаков внешнего воздействия на организм не обнаружено. Далее он сообщил, что отравление ботулотоксинами, а также известными ему ядосодержащими веществами не влечет в возникновение и развитие заболевания синдрома Гиена Боретт и при лечении данного заболевания являющегося аутоиммунным увеличение концентрации в крови тяжелых металлов не влияет на развитие болезни пациента. Далее, в цели обоснования проведенных химико-таксиологических исследований биологических образцов Бжания опрошен заведующий отделением лечения острых отравлений НИИ скорой помощи Скрифосовского, который сообщил, что внешним осмотром пациента Бжания Аслана Георгиевича, а также исследованием в химико-таксиологической лаборатории его биологических образцов наличие химических агентов установлено не было, что свидетельствует об отсутствии факта отравления. По крайней мере, известных ему случаев отравления в организме пациента Бжания выявлено не было. Далее, он сообщил, что по результатам проведенных 19 апреля 2019 года лабораторных исследований биологических образцов Бжания Аслана Георгиевича уровень концентрации в организме тяжелых металлов соответствовал референсным значениям и нарушениям связанным лишь с понижением уровня кальция в организме. Также он сообщил, что им были осмотрены гражданин Бжания Леван Дмитриевич и Дарсалий Кесов-Валикович в период их нахождения в стационарном лечении в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В результате осмотра также не представилось возможным выявить в их организме наличие ядосодержащих веществ. После указанного опроса 28 мая 2019 года из отделения лечения острых отравлений НИИ скорой помощи имени Склифосовского получены заверенные дупликаты результатов медицинских исследований элементных составов организма от 19 апреля 2019 года в соответствии с которыми концентрация тяжелых металлов в организме Бжания Аслана Георгиевича соответствует референсным значениям за исключением значения содержания кальция. Далее 28 мая 2019 года из НИИ скорой помощи имени Склифосовского получены оригиналы истории болезни Дарсалия Кясова-Баликовича и Бжания Ливана-Дмитриевича в соответствии с которыми у Дарсалия установлен окончательный диагноз гастродиоденит а у Бжания Ливана миостеноподобный синдром с преимущественным поражением бульварной группы. В тот же день 28 мая опрошен заведующее отделение неврологии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения с палатой реанимации и интенсивной терапии НИИ скорой помощи имени Склифосовского который сообщил что 22 апреля 2019 года в приемное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского обратился гражданин Бжания Ливан-Дмитриевич с жалобами на нарушение артикуляции дисфонию осыплась голоса и дисфагию нарушение глотания одностороннюю слабость мимической мускулатуры ввиду того что клиническая картина заболевания не исключала отравление ботулотоксином а специальный анализ на определение ботулизма не проводится путем опроса и осмотра пациента профильный врач-инфекционист исключил заболевание ботулизм также результаты анализа на определение уровня концентрации тяжелых металлов в организме не выявил превышение нормального уровня 24 апреля 2019 года в Жане Аслан Георгиевич был установлен окончательный диагноз миостеноподобный синдром с преимущественным нарушением бульбарной группы ввиду того что в лечении пациента наблюдалась положительная динамика он был выписан с рекомендациями дальнейшего наблюдения у неврологов по месту я прошу прощения Жаня Ливан здесь имеется ввиду прошу прощения я оговорился ввиду того что в лечении пациента наблюдалась положительная динамика он был выписан с рекомендациями дальнейшего наблюдения у неврологов по месту жительства подведя итог консилиум врачей пришел к выводу что признаков токсического отравления у Бжания Ливана и Дарсалия Кесов не выявлено, так же, как и не выявлено причины их заболевания. 29 мая 2019 года опрошен лечащий врач НИИ скорой помощи Скрипасовского, который сообщил, что 22 апреля 2019 года в приемный покой скорой помощи Скрипасовского обратился с жалобами на боль в животе Дарсалия Кесов-Валикович, который был направлен в хирургическое отделение номер 2. В ходе беседы с пациентом последний сообщил, что 20 апреля 2019 года у него появилась боль в пиростеральной области, боль в животе, после погрешности в диете, то есть после приема пищи. В результате исследования у пациента был выявлен гастродуоденит, то есть воспаление желудка, что может явиться причиной неправильного питания, приема недоброкачественной пищи и нервных потрясений. Однако причина возникновения данной болезни у Дарсалия не установлена. В результате неврологического осмотра у пациента Дарсалия патологий выявлено не было. 27 мая в целях обеспечения всесторонности, полноты и объективности проводимой проверки Генеральная прокуратура обратилась к компетентным органам Российской Федерации с запросом об оказании правовой помощи для проведения ряда следственных действий на территории России, направленных на производство ряда дополнительных следственных и процессуальных действий для установления обстоятельств и причин ухудшения состояния здоровья депутата Бжания и сопровождавших его лиц Бжания Ливана Дмитриевича и Дарсалия Кесова-Ликовича. В настоящее время в рамках производства проверки по данному материалу необходимо получить исполненные в полном объеме материалы по вышеуказанному запросу об оказании правовой помощи. Продолжение следует...